Развитие сельского хозяйства, малого бизнеса, содействие максимальной занятости населения, строительство жилья и решение других не менее важных проблем. Эти и другие направления вошли в проектные планы по социально-экономическому развитию муниципальных образований. Важные документы главы населенных пунктов презентовали на Высшем Совете губернатору региона и экспертной комиссии. Напомню, с инициативой о разработке планов развития глава региона Игорь Кошин обратился к главам еще в начале года. Такой подход призван облегчить работу муниципалитетов и дать округу четкое понимание тех результатов, которые поселения хотят достигнуть. Свои проектные планы на Высшем Совете презентовали главы Канинского, Коткинского, Южарского и Приморско-Куйского сельсоветов. По принципу «Дамы вперед!» первой свое видение развития муниципального образования представила Галина Варницына, глава Канинского сельсовета. Помимо анализа текущего состояния дел в плане конкретные предложения по улучшению качества жизни населения, строительство социальной инфраструктуры, жилья, развитие сельского хозяйства и малого бизнеса, поиски источников повышения доходной части бюджета и даже привлечения инвестиций. В новых экономических условиях, подчеркнула Галина Варницына, больше нельзя полностью зависеть от вышестоящих бюджетов. Необходимо изыскивать возможности изучать новые направления развития. В муниципальном образовании Канинский сельсовет есть потенциал для развития малого и среднего бизнеса. Это объясняется достаточно благоприятными климатическими условиями, если сравнивать с более северными поселками округа. Есть возможности для выращивания овощей, сбора дикоросов, развития животноводства. В то же время, как и в целом по округу, у нас есть все условия для занятия традиционными видами хозяйствования – оленеводством, рыболовством и охотой. Кроме того, в Канинском сельсовете есть огромный потенциал для развития эко- и этнотуризма. В период охоты 10 жителей были привлечены к работе в этой сфере. Всего же в сельсовете сегодня проживает 962 трудоспособных человека. На учете в центре занятости состоит 22. Еще 113 не имеют официального места работы. Между тем, количество вакансий на селе всего три. У нас на сегодняшний момент, вот на вот это 135 человек, которые потенциально будут работать, существует всего три заявки. На поддержку бизнес-инициатив. Заявки поступили, соответственно, в комитет и в фонд. Это создание крестьянско-фермерского хозяйства, товарищ Латышев, дальше парикмахерская и, товарищ Артеев, развитие существующего кемпинга. Но вот эти три заявки по сравнению со 135 не занятыми гражданами, ну, точно совершенно мало. Поэтому мы готовы, уважаемым коллегам, помочь. Содействовать занятости населения, искать новые источники доходов и создавать новые рабочие места во внебюджетном секторе – одно из приоритетных направлений развития Канинского сельсовета. В целом, проектный план Галины Варницыной оценили на пять. По итогам анализа проектов всех муниципальных образований, экспертная комиссия, куда входят руководители профильных ведомств, определят самые перспективные и идейные. Они получат бюджетное финансирование, поэтому среди населенных пунктов округа сегодня развернулась в хорошем смысле борьба за привлечение средств на развитие различных проектов. Мы с этого года начали реализовывать грандовую поддержку и устроили определенный соревновательный процесс между поселениями. Мы посмотрим, как у нас механизмы заработают. Понятно, что гораздо проще всем получать, знаете, как по... от каждого по способностям, каждому по потребностям. Но вот такого больше не будет. И точно так же посмотрим по налогам. То есть, кто больше созидает, тот должен больше и получать. Мотивация к созиданию – очень важная составляющая успеха. Сегодня она есть у всех глав муниципальных образований округа. Осталось использовать это преимущество в свою пользу. Ирина Цепетова, Сергей Качегов, Телеканал «Север». Спасибо. Спасибо.